Генеральный партнер программы новости – производственное предприятие «Меркурий-2». Анапское производственное предприятие «Меркурий-2» предлагает приобрести квартиры, в третьей очереди, жилого комплекса «Солнечный». Удобная планировка квартир, развитая инфраструктура, близость к морю и уникальное соотношение цены и качества строительства. Срок сдачи – первый квартал 2015 года. Телефоны – 48300 и 48333. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Мэр Анапы Сергей Сергеев провел личный прием граждан. В Анапе, как в Греции, только лучше. Генеральный консул Греции Фрагиска с Костеленос посетил греческий поселок Витязева. Об этих и других событиях расскажем прямо сейчас. Стихия нанесла серьезный ущерб всей территории Кубани. Обледенели линии, провода оборвались. Деревья, простоявшие десятки лет, свалены. И самое странное и пугающее – опорные столбы тоже не выдержали испытания льдом. Сильный порывистый ветер до 22 метров в секунду разгулялся между поселком Виноградный и хутором Капустина. Неблагоприятные погодные условия – осадки, дождь со снегом. И в результате на деревьях, опорах и высоковольтных линиях образовалась ледяная корка до 3 сантиметров. Три опоры, не выдержав, обрушились. Полторы тысячи человек, проживающих в четырех населенных пунктах – Капустина, Нижняя Гастагайка, Красный Курган и Красная Скала – остались без света. Бригады работников Кубани-Нерго проработали несколько часов до полного восстановления подачи электроэнергии. Дополнительную помощь оказала администрация города. Помогли специальной техникой и организовали дополнительные бригады рабочих. В результате слаженной и четкой работы в 6.55 во всех домах жителей сельских населенных пунктов зажегся свет. Наталья Пухальска, Алексей Мухортов, Анапа. Регион. В селе Юровка устраняют последствия ледяных дождей и проводят профилактические меры. О том, как организована работа, расскажет Лариса Басова. В Юровке настоящая зима. Сильный ветер при минусовой температуре. Наста леденевшего снега покрывает поля. Снег не тает и в самих населенных пунктах Первомайского округа. Еще в ночь с 20 на 21 января стихия натворила бед. Оборвало несколько разводящих линий электропередач и одну основную на 10 киловольт. Тогда весь округ остался без света. Работали у нас здесь очень дружно. Со всех участков приехали. И с Анапской были, и с Анапы были, и Неска были, и райсети. Все здесь бригады работали. У нас работали до 6 бригад. Кроме того, что были вышки, вышек штук 5 было, работали выездные мобильные группы на Нивах, на УАЗиках. Ребята, когда могли, если опоры позволяли, и погодные условия, они на лазах поднимались на столбы. Завалы обломавшихся под тяжестью льдоветок разобрали на всех улицах. По-хозяйски отнеслись к дровам. Раздают местным жителям все, что пойдет в топку. Мелкие ветки вывозят тракторами. Сейчас предусмотрительно спиливают деревья, которые еще представляют угрозу, если упадут на дом или проезжую часть. По распоряжению главы города нам направлены на помощь два предприятия. Зеленстрой. У нас 10 ребят приехало, работают с вышкой трактора и бензопилой. И также у нас Ремстрой. 7 человек работают. Синоптики дают неутешительный прогноз на предстоящие выходные. Снова возможны осадки в виде ледяного дождя. И к новой волне стихий в Первомайском сельском округе готовятся. В Анапе объявлен режим повышенной готовности. В заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям под председательством губернатора Кубани Александра Ткачева принял участие глава Анапы Сергей Сергеев и представители всех служб жизнеобеспечения курорта. Рано утром сотрудники предприятий ЖКХ начали устранять последствия ледяного дождя. Дороги между населенными пунктами обрабатывают специальными реагентами. В городе дороги посыпают смесью песка и соли. У служб ЖКХ на непредвиденные случаи в готовности все оборудование, спецтехника, песок и реагенты. Я обращаюсь к управляющим компаниям, к тем, кто отвечает за санитарное состояние города. Алексей Васильевич, пожалуйста, они все должны быть здесь. И каждый из них должен ежедневно, каждые два часа предоставлять ему сведения, где и на каких улицах они провели порядок такой. В Анапе работают 8 восстановительных бригад электриков. Сформированы резервные ремонтно-восстановительные бригады. Лечебные учреждения курорта работают в штатном режиме. Все они обеспечены резервным питанием. Прием больных ведется по графику. Школы принимают детей в обычном режиме. В среду, по прогнозам синоптиков, ожидается резкое похолодание. Мороз к четвергу может опуститься до минус 15 градусов ночью. Все службы города к проявлениям капризов погоды готовы. Напоминаем анапчанам, что сообщения, переданные в любое время суток по телефонам 3-95-12, 3-16-36, 918-48-66-267 и 928-88-01-070, находятся на особом контроле мэра Анапы Сергея Сергеева. Также круглосуточно работает многоканальный телефон единой дежурной диспетчерской службы 3-20-94. По всем проблемам ЖКХ, в случае отключения электроэнергии, воды и тепла, а также при иных чрезвычайных ситуациях, по этим телефонам примут заявку и немедленно отреагируют. Алина Гумерова, Александр Кореневский, Анапа, регион. Улучшение жилищных условий анапчан – одна из основных тем на планерном совещании. Мэра Анапа Сергея Сергеев призвал чиновников доводить все начатые дела до логического завершения и привел в пример новый детский садик «Волшебная страна». Когда дети придут в новое помещение, каждая мелочь должна быть идеальной. О чем еще говорили на планерке, расскажем прямо сейчас. В связи с объявленной в городе повышенной готовностью из-за погодных условий, все службы работают на опережение. Предпринимателей и владельцев магазинов попросили посыпать входы смесью песка и соли. Кроме этого, по 15-20 метров прилегающей территории с обеих сторон. В условиях гололедицы 218 водителей рискнули превысить скорость. 13 сели за руль нетрезвыми. 9 водителей большегрузов оштрафовали за загрязнение проезжей части. Выехали со строек, предварительно не почистив шины. Штраф 51 тысяча. За неделю проверили 64 иностранных гражданина. К административной ответственности привлекли 17 за нарушение правил регистрации, пребывания и работы. Первый вице-мэр Анапы Светлана Яровая напомнила участникам планерного совещания о распоряжении мэра Сергея Сергеева в прошлом году. Создать условия для медицинских кадров и решить вопрос об улучшении жилищных условий бюджетников. Срок – две недели на подготовку и конкретные предложения по привлечению на курорт медицинских работников. Идеальное состояние объекта – задача, поставленная мэром Анапы перед ответственными за сдачу нового детского сада «Волшебная страна». С первого февраля берите, если успеете, и люди будут приходить на работу, понимаете, в свои группы. Потому что там есть все, там есть вода, там есть тепло для обеспечения жизнедеятельности. Нет только идеального состояния, то, которое я хочу видеть для обучения. Иначе, что произойдет? Мы февраль будем комплектовать, потом еще марку будут собирать туда педколлектив. Потом педколлектив зайдет, скажет, ну здесь кран не так, а здесь ручки на уровне руки ребенок не достанет открывать двери. А здесь плитка выбита в полу, надо бы доделать. А уже некому, уже нечем будет делать. Вот о чем речь. 15 миллионов рублей поступило в городской бюджет за счет земельных налогов. Прирост составил 121% за аналогичный период прошлого года. Отчиталось о финансовом движении заместитель мэра Анапы Яна Дуплякина. До 3 февраля определят дислокацию торговых объектов в городе. Это на лето. И каждый день ответственные должны контролировать порядок на улицах и на проездах к морю на Пионерском проспекте. Чистые дороги и тротуары после непогоды – задачи первостепенной важности на этой неделе. О других задачах тоже забывать нельзя. Вот, верните картину, просто молочного проезда. Они должны содержать сам павелир в идеальном состоянии. Балет должен быть вывод. Если он белый, то он должен быть белый. Вот здесь вот, ремонт. То же самое с вами должно согласовываться. Это должно быть цивильно, цивилизованно. И плюс к этому, те, кто содержит торговые точки в основном сентябре, они должны отвечать за освещение цивилизованно и за санитарный порядок. Приятная новость для анапчан. Совет молодых депутатов города занял первое место в краевом смотре-конкурсе. Главный приз от ЗСК – субсидия на строительство многофункциональной спортивной площадки на курорте. Стоимостью 3 миллиона 400 тысяч рублей. Наталья Пухальска, Алексей Мухортов, Анапа. Регион. Несмотря на гололед, на прием к главе города-курорта Сергея Сергеева анапчане приходят каждый понедельник. Выйти в город в непогоду Надежду Скорбенко заставила дорога по улице Садовой. А вернее, ее благоустройство. Вопрос взаимоотношений ЖСК-курорт и альтернативных коммунальных систем привел на прием к главе города Петра Денисенко. Людмила Якубова подняла вопрос незаконного подключения коммуникаций к самострою по улице Шевченко, 156. А вот Виктор Кузнецов попросил сохранить хозяйственную постройку, признанную незаконной. Андрей Паладьян предложил построить храм в Алексеевке, а Алла Воробьева просила ускорить работу по оценке статуса помещения, где проживает. Две анапчанки попросили об устройстве детей в детский сад вне очереди. По всем поставленным перед главой города вопросам будут приняты решения и ответы заявители получат в письменном виде. Никита Бойко, Любовь Евсеева, Александр Кореневский, Анапа-регион. Генеральный консул Греции Фрагиска с Костеленус посетил Анапское греческое общество. Высокопоставленный гость побывал на уроке греческого языка, оценил спортивные навыки дзюдоиста филиала детской и юношеской спортивной школы номер 4, посетил местный дом культуры и храм Святого Георгия Победоносца. Генеральный консул Греции знакомится с деятельностью греческих обществ, расположенных на территории Южного федерального округа, с целью оказания им поддержки. Это второй визит Фрагиска с Костеленуса в город-курорт. В свой первый приезд он оценил работу школы Анапской местной организации греков и познакомился с коллективами, которые представляют культуру села Витязева. Почетного гостя в греческой диаспоре приветствуют на родном языке. На уроке греческого сюда ходят как местные греки, так и русские. Ведь это язык живой истории, которому более 300 лет. Язык объединяет всех греков. Он на протяжении многих лет является связующим звеном. Мне приятно, что некоторые не имеют греческого происхождения, но оказывают интерес к греческому языку. Я хочу им сказать огромное спасибо за то, что вы желаете изучать греческий язык. И я думаю, что уверен, что скажем господину консулу, что через год мы будем не хуже, чем он говорит. Спортивные традиции Витязева передаются от поколения к поколению и имеют глубокие корни. Так, в филиале Анапской детской юношеской спортивной школы номер 4, которая находится на базе общества греков, таким видом спорта, как дзюдо, занимаются около 200 мальчишек и девчонок. Нам повезло, говорят спортсмены, ведь тренируемся в одном из лучших в районе борцовских залов. Своё мастерство юные дзюдоисты подтверждают на соревнованиях высокого уровня как в России, так и за рубежом. Фрагиска с Костеленос побывал у мемориала, посвященному потомкам основателей села Витязева, впоследствии подвергнутым высшей мере наказания в период политических репрессий. Рядом храм святого Георгия Победоносца. Инициатором его возведения стала семья Аслановых. Они побывали во многих монастырских приходах России и зарубежья, искали достойную школу иконописи. Остановились на Афонском монастыре в Греции. Там и заказали икону для храма. Божья обитель еще на стадии строительства. В подвальном помещении трапезная. Здесь же занимаются дети воскресной школы. Храм украшают полы с ярким орнаментом. Впоследствии будут расписаны стены и купол. На втором этаже планируются балконы, чтобы во время больших праздников храм смог вместить всех прихожан. По окончании встречи ее участники отметили. География общин растет, а дружба между народами крепнет. Светлана Авилова, Александр Хреневский, Анапа-регион. Россия отмечает великую дату – 70-летие со дня полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. В Центральной библиотеке прошел урок мужества. Школьники встретились с ветеранами Великой Отечественной войны и блокадниками Ленинграда. Я говорю с тобой из Ленинграда. Так назвали эту встречу. Блокада Северной столицы началась 8 сентября 1941 года. Вместе с жителями пригородных районов в кольце оказались 2 миллиона 887 тысяч человек. Ветераны Великой Отечественной войны вспоминают – в городе не было ни продовольствия, ни топлива. А единственный путь сообщения с Ленинградом – Ладожское озеро. Его называли «дорогой жизни». Самое трудное время было для ленинградцев – это 1942 год, когда продукты, питание поступали еще до Ладожского озера. И поступали они нерегулярно. Почему сообщают? Потому что немцы постоянно опекали эту дорогу. В смысле не то, в смысле опекали, что берегли ее. Они старались разрушить эту дорогу. И многие машины с продовольствием уходили на дно озера. В ленинградском хлебе было всего 40% муки. Остальное – жмых, целлюлоза, солод. В температурах в квартирах, обгреваемых буржуйками, зимой редко была выше нуля. 27 января 1944-го блокада была снята, но до этого долгожданного момента дожили не все. В списке погибших – около миллиона человек. Учащиеся казачьего класса школа номер 6 подарили ветеранам красные гвоздики – символ мужества и победы русского народа над коварным и вероломным врагом. Это все новости на сегодня. И в завершении выпуска прогноз погоды. Прогноз погоды выходит при поддержке нашего партнера мебельного центра Ксюша. Весь январь в салонах мебели Диэмай получите в подарок 25% гостиной из коллекции Токио и Милано. Диэмай. Живи красиво! В среду, 29 января, в Анапе пасмурно. Днем пройдет небольшой снег. Температура воздуха днем – минус 1, минус 3. Ночью – 5 градусов ниже нуля. Ветер северо-восточный – 9 метров в секунду. Атмосферное давление в норме 756 миллиметров ртутного столба. Температура морской воды у берегов Анапы – плюс 3 градуса. Далее блок полезной информации от партнера программы производственного предприятия «Меркурий-2». Эти и другие новости вы можете найти на нашем сайте. А я с вами прощаюсь. До встречи. Генеральный партнер программы новости – производственное предприятие «Меркурий-2». Анапское производственное предприятие «Меркурий-2» предлагает приобрести квартиры в третьей очереди жилого комплекса «Солнечный». Удобная планировка квартир, развитая инфраструктура, близость к морю и уникальное соотношение цены и качества строительства. Срок сдачи – первый квартал 2015 года. Телефоны – 48300 и 48333. Редактор субтитров А.Семкин